как же много огромных монстров показывают нам в фильмах в некоторых случаях их даже делают намного больше чем они должны быть в оригинале например с маук с фильма хоббит все это для того чтобы картинка была более зрелищная но все же кто самое большое существо из мира кино я уверен что 99 процентов не смогут отгадать кто занимает первое место в топе в этом рейтинге будут все монстры и существа которые нам показывали в фильмах я когда начал делать это видео то пересмотрел огромную кучу материалами понял что до меня никто не пытался добавить полностью всех существ в одном ролике поэтому я буду первый но минимальная шкала с которой я буду начинать это 5 метров это канал good movies меня зовут евгений и я начинаю и начинают на чтоб гриверы из фильма бегущий в лабиринте длина составляет 5 метров хотя в книге они были чуть больше коровы создали их люди с организации порог для охраны лабиринта в ночное время суток и создание стрессовой ситуации для подопытных лабиринта состоят из биологических и механических элементов тело полностью органическое а вот все конечности и хвост металлические причем оснажены разным видом ближнего оружия лезвия пилы крюки ножницы также в арсенале есть несколько шприцов с мутированной версией вируса существа неуклюже и очень глупы в дневное время суток прячутся в норах для подзарядки но в сравнении с человеком очень огромный но если сравнить с лидерами нашего топа то они не больше муравья королева ксеноморфов 6 метров фильмы чужие и чужой против хищника массивная злобная тварь главная функция которой это дальнейшее потомство повышение популяции вида на ней держится весь улей хотя в официальном лоре ридли скотта нет никакой королевы из вырезанной сцены фильме было ясно что обычный ксеноморфы делал улиц с помощью слизи которая поглощала живых людей и трансформировала в яйца с лицехватами добавил королеву в кинематограф джеймс камерон продолжение фильма чужой и лично мне эта идея очень нравится сериале чужие 2023 года который выпустит стриминговая платформа хулу по слухам королева будет достигать 9 метров и очень хочется на это посмотреть но я продолжаю дальше белый примат фильм джон картер 8 метров огромный свирепый монстр живший на планете марс в норах и использовался в качестве развлечения на гладиаторской арене тарками белый примат имеет две пары рук скорее всего для того чтобы быстро рыть норы мне чем-то он больше напомнил крота такой же слепой и глухой очень развит нюх это единственное что развито из чувств осязания к сожалению больше информации о этом виде нет так что продолжаем дальше топ гробоиды фильм дрожь земли длина 9 метров является подземными монстрами напоминающий внешний червей и передвигаются под землей более мелкие особи могут выпрыгивать из земли для того чтобы догнать жертву имеют метровый клюв с двумя нижними мандибулами который перекусывает даже металл в пасте есть три щупальца длиной около трех метров с помощью них взрослый гробоид может захватывать жертву после своей смерти в брюшной полости появляются шрекеры они уже живут на поверхности и охотятся с помощью инфракрасного сенсора позже когда они насытятся достаточно едой отрыгивают айсбластеров вот они уже могут летать и откладывать яйца в которых находятся гробоиды вот весь цикл червя в три этапа под землей земля и воздух но это самые мелкие черви из нашего топа а их будет много эй ронда вы ничего не знаете об этих тварь конечно все знают только тебе не говорят с носорог или еще можно встретить название взрывопотам фильм фантастические твари и места их обитания 9 с половиной метров крупный серый африканский зверь похожий в нещина большого носорога с необыкновенным голосом напоминающий его и кита толстая шкура непроницаема для большинства чар и заклятий на носу большой острый рог над которым находится мешки со взрывающей жидкостью взрывопотам нападает только если его сильно раздразнить рог с носорога пробивает любую преграду от кожи до металла и содержит смертоносную жидкость предмет или тело в которое она попадает немедленно взрывается но фильме с носорог довольно милое животное слизень капля из фильма капля 1988 года 10 метров аморб на жидкая розовая масса одноклеточная мутированная бактерия создана человеком в космосе как эксперимент секретного оружия по каким-то причинам спутник упал на землю и капля выбралась на свободу пожирая все биологических существ и питаясь ними начала быстро расти в размерах и уже в конце фильма стала гигантской жидкой массой которая сильно боялась холода поэтому фильме и заморозили горд из фильма день когда земля остановилась высота гуманоидного робота 11 метров горд состоит из огромного множества микроскопических устройств похожих на насекомых которые могут самовоспроизводиться за счет потребления материи и энергии эти на на машины способны потреблять полностью все любое вещество которому они прикасаются вне зависимости от твердости и плотности материала и могут летать также как и ползать эти на на машины можно использовать в качестве оружия судного дня они могут потенциально поглотить весь материал на планете в дополнению к этому режиму атаки горд скрывает лазерное оружие под прорезью виде козырька на своем лице он также может генерировать высокочастотный звук и электромагнитное поле которое нарушает работу всех электрических устройств в широком радиусе многоножка из фильма любовь и монстры 13 метров в длину гигантская мутированная скалопендра может прятаться под землей поджидать жертву если даже взять обычную скалопендру то в мире насекомых она является высшим хищником и способна быстро разобраться со скорпионом и животными превышающие ее массу в пять раз в этом фильме она длиной 13 метров они обычные мерзкие создания не хочу долго на ней останавливаться василиск из фильма гарри поттер тайная комната 15 метров в длину многие думают что создан был вид салазаром но это не так его вывел герпий злостный заставивший высиживать жабу куриное яйцо с которого появилась огромное змеевидное существо имеющая ряд способностей взгляд василиска смертельный если посмотреть в глаза зверю жертва сразу же умрет также он обладает очень токсичным ядом который убивает жертву за считанные минуты как противоядие помогают только слезы феникса могут жить василиске дольше тысячи лет мумакил в хоббитском фольклоре это создание именовались олефантами высота 16 метров животное из харада напоминавшая слонов термин мумак или мумакил употреблялась людьми гондора используют их наемники из харады для войны как огромные боевые единицы переносившие башни с лучником харадрим первой эпохи средиземья мумакил были гораздо больше и могущественней и уже во властелине колец нам показали отголоски бывалого величия кожа у них очень толстая и пробить стрелой ее невозможно слабое место это глаза попав стрелой в глаз можно легко вывести из боя гигантского олефанта бог леса элементарь фильм хелл бой золотая армия рост 22 метра фильмы была показана молодая особь можно сказать росток живут крайне недолго и очень быстро растут когда вырастают до облаков корни не выдерживают массы и элементарь падает и умирает при падении разбиваясь истекая зеленой кровью на место где падает кровь начинает расти новый лес с помощью семян эльфы растили свои бескрайние леса последний представитель был убит хелл боем винах океана плазменные жуки плазмоид из фильма звезды десант 31 метр огромный жук из армии арахнидов использовался в качестве артиллерии в брюшке формировали заряды плазмы и могли выстреливать ними в открытый космос уничтожая военно десантные корабли людей ведут очень прицельный бой но сами не видят куда отправляют плазменный заряд все это координируется жуком мозгом очень массивный и медлительный весь жука 700 тонн в близком бою бессмысленны мягкое брюшко можно было пробить любым стрелковым оружием дивастатор фильм трансформеры месть падших 32 метра оружие тотального разрушения 10 иконов дивастатор является гештальтом робот сформированный объединением нескольких самостоятельных трансформеров меньшего размера в единую систему имеет большую огневую мощь однако из-за своих впечатляющих размеров гешталь достаточно неуклюж дивастатор огромное чудовище образуемая по разным источникам около семью конструктиконами он является не только самым грозным оружием десептиконов но еще и самым большим трансформером из тех что были показаны в фильмах за исключением дриллера и юникрона гигантский зефирный человек фильм охотники за привидением 1984 года рост 34 метра является аватаром гозора разрушителя демонической сущности жаждущая захватить наш мир гозору надо было принять форму разрушителя и он прочитал мысли рэя который представил голове персонажа детской телепередачи и символ бренда стейба зефирного человека так и в итоге появился самый узнаваемый монстр 80-х годов старозавоеватель отряд самоубийц миссия на вылет высота 35 метров старо-высокоразвитая инопланетная форма жизни напоминающая гигантскую морскую звезду с единственным центральным глазом и цепкими конечностями является представителем разумной инопланетной формы жизни способны обитать в условиях открытого космоса однако ему не повезло столкнувшись с американским шаттлом он попал в руки правительства сша и над ним 30 лет тайно проводили жестокие эксперименты фактически пытали неудивительно что вырвавшись из своей тюрьмы инопланетянин начал крушить все на своем пути и убил множество людей также с помощью спор тысячи своих маленьких копий которые могут летать и присасываться к лицам жертв соединяясь с их центральной нервной системой и подчиняя себе тело старо поглощает сознание носителей своих спор так что фактически они являются частью его тела и разума самец дракон фильм власть огня 2002 года 42 метра прожорливый огромный огнедышащий дракон фильме во время строительства метрополитена рабочие случайно вскрыли пещеру с драконами они были в спячке в состоянии анабиоза десятки миллионов лет считается фильме что они истребили динозавров съев их полностью всех а потом во времена голода легли в спячку до лучших времен самки размером намного меньше самца при всем этом самец один и имеет своем подчинении тысячи самок из-за своей прожорливости мог есть своих представителей вида джинсовка или наблюдатель из фильма нет 2022 года 52 метра гигантское нло которое чтобы питаться всасывать все живое себе в пасть и позже испорожняется на землю всем не биологическими предметами которые попали ему в глотку фильмы говорится что у него поведение хищника и он просто защищать территорию своего охотничьего угодья чтобы не быть съеденным существом нельзя на него смотреть и я даже в начале фильма думал что это фильм с одной киновселенной cloverfield он недавно появился на экранов советую вам его посмотреть крокодил лиззи из фильма рэймбэндж длина 55 метров самка крокодила подвергшаяся заражению мутагена поменявшая структуру клеток и днк животного увеличив обычного крокодила к огромным размером также лиззи имела высокую силу и живучесть и повышенную регенерацию клеток кожа крокодила превратилась непробивной панцирь для большинства стрелкового оружия роталос фильм охотники за монстрами 59 метров это большая двуногая виверна покрытая колючей бронированной шкурой обладают огненной железой с помощью которой виверна могут выпускать смертоносные огненные снаряды изо рта когти на их ногах очень ядовиты кроме того на конце длинного и толстого хвоста находится тяжелая колючая булава хорошо летают поэтому он предпочитает охотиться с воздуха роталос это очень территориальное животное и поэтому они очень агрессивны к тем кто вторгается на их территорию они будут прогонять или пытаться убить любого монстра который представляет возможную угрозу для их владений тролль йотнер из фильма охота на троллей рост 61 метр сверхъестественное существо из скандинавской мифологии весьма глупые создания едят в основном только мясо в фильме также любили жевать покрышки от машин не переносят солнечный свет от него сразу же каменеют и умирают очень сильны и охотятся только ночью дневное время суток живут в пещерах могут жить коллективно создавая группы от 3 до 15 троллей малибол джи из фильма спаун 1997 года рост 64 метра демон считавшийся равным по силе библейскому сатане он ответственен за создание спауна со временем выясняется что мало болджи лишь один из многих правителей ада существующая примерно 70 тысяч лет из создающая армию для войны с раем и богом стоит отметить что мало болджи постоянно находится в состоянии войны с правителями прочих кругов ада а также он не ладит с мамоном королева жнецов день независимости 2 рост 66 метров является главной в рое и управляет им с помощью телепатии имеет не только экзоскелетный биоскафандр но и собственное защитное поле если хотите более подробно ознакомиться с расой жнецов то я уже делаю видео классификации инопланетных существ там вы можете более подробно узнать про этот вид будет ссылки описании видео бегемот или еще можно встретить название чудище фильм могла 2007 год высота 80 метров передвигается на длинных ногах с двумя коленными суставами на коже живут как тысячи паразитов сотни скорпа мух имеет нецуразную форму тела и 6 ног с тела свисает щупальца напоминающие многочисленные отростки из-за своих размеров и форм очень медленно передвигается кракен пираты карибского моря длина 89 метров морское существо подчиняющиеся дэвид джонсу джонс способен вызывать кракена со своего корабля именно кракен забрал джека воробья в тайник дэвид джонса монстр был головоногим моллюском похожим на гибрид кальмара и каракатицы с длинными щупальцами двое из них были такими же толстыми как главная мачта галеона эти два щупальца были достаточно мощными чтобы раскромсать судно за считанные секунды огромные присоски на щупальцах кракена были достаточно сильными чтобы содрать плоть с леса неудачливого моряка у него также были относительно тела очень маленькие круглые оранжевые глаза с круглыми зрачками конце щупальцев у него был большой похожий на тоннель рот набитый клыками кракен имел массивное тело с гигантским плавником на конце как у кальмара питомец дэвид джонса был убит в третьем фильме смаук великий фильм хоббит нежданное путешествие 94 метра а размах крыл 141 метр на самом деле в фильме его размеры сильно приукрасили чтобы картинка была более зрелищная в легендариуме толкина размеры с мага были намного меньше около 18 метров и он не являлся огромным драконом самый большой дракон середземья был анкалор черный книги его размер 60 метров и он меньше паучихи он галиант а самые большие были великаны огромный элементарий из камня по разным источникам их рост варьировался от 800 до полутора тысяч километров кинг-конг остров черепа его рост 102 метра огромная горилла найдена на скрытом острове компании монарх представитель древнего вида существ является главным защитником острова и сохраняет баланс для людей живущие на острове он как божество так как помогать истребить черепозавров который терроризирует всех существ на суше единственный выживший представитель своего вида и он еще подросток и продолжает расти имеет чувство свойственны людям и высокий уровень интеллекта крайт дракон сериал мандалорец длина 107 метров огромные хищные рептилии похожие на червей с планеты татуин во внешнем кольце галактики у больших край драконов образовываются жемчужины в желудках которые были очень ценные использовались бижутерии самые дорогие были черные помимо больших размеров существо было крайне ядовито и могло выплевывать яд на расстоянии 20 метров который был как кислота и разъедал всю плоть годзилла рост 109 метров является доисторическим монстром рептилий мизозойской эры который проснулся из-за испытаний атомных бомб если кунг защитник острова то годзилла защитник всей планеты является невероятно сильным и выносливым существом главное оружие атомный луч это сильное радиоактивное излучение которое годзилла выпускает из своего рта перед тем как он выпускает свой атомный луч его спины и пластины светятся также в особых случаях может выпускать атомный импульс с помощью него уничтожил кингидору во втором фильме кстати рост продолжение был 119 метров на 10 метров больше чем в первом фильме годзилла это альфа древних король монстров кингидора фильм годзилла король монстров 151 метр главный соперник ящера но если морта родан гнус ссыла бегемот и мофусайл и конг является дайкадзю планеты земля то кингидора это альфа планеты венера именно она уничтожила эту планету сделав это по собственному желанию много много тысяч лет назад после этого прилетел на планету земля монстр похожий на дракона золотого цвета он имеет две стильных ноги три головы на очень длинных шеях огромные крылья и два шипастых хвоста самое сильное оружие это гравитационные лучи похожие на молнии золотого цвета который монстр выдыхает из своих ртов данная способность помощи почти сопоставимо с атомным дыханием годзиллы но при этом покрывает значительно большую территорию и может атаковать сразу несколько крупных целей также способен сформировать вокруг себя циклон пронизывающие молниями слейтер фильм тихоокеанский рубеж рост 181 метр первый кайзю пятой категории тут есть некая путаница с размерами в официальных источниках я думаю что указаны размеры с хвостом кальзю а мега кальзю со второй части фильма указано росту 28 метров хотя фильме он кажется намного больше слейтера мега кальзю был создан слиянием 3 кальзю и по ему мнению должен быть намного больше поэтому мне нужна ваша помощь что вы думаете об этой путанице напишите в комментариях ктулху с фильма под водой 181 метр огромное существо с которым столкнулась подводная станция кеплер которая изучала марианскую впадину и все любители писателя говарда лавкрафта сразу же поняли что это ктулху великий древний бог среди других лавкрафтовских космических сущностей владыка миров спящий на дне океана и вся миссия кеплер была сделана религиозным культом который поклонялся монстру очень жаль что фильме плохо показали внешний вид поэтому такие маленькие кассовые сборы санда водяной монстр звездные войны эпизод 1 скрытая угроза длина 200 метров огромное мускулистое плотоядное животное обитавшие в океанах озерах набу большие рты позволяли им глотать большинство животных целиком благодаря своим лезвиеподобным зубам они были единственными хищниками способны прокусить панцирь морского убийцы оппи кракен из фильма битва титанов 290 метров легендарная мифическая морское чудище гигантских размеров головоногий моллюск такой же как в пиратах карибского моря но сильно видоизмененный и намного больших размеров кстати в этом фильме появилась фраза ставшая мемом в сети интернета выпускайте кракена сказал его бог зевс выпускай кракена сур тур из фильма тор рагнарёк рост составляет 306 метров сур тур является огненным демоном родом из мусс пельхейма земля огненных демонов одного из девяти миров сур тур обладает силой и долговечностью намного превосходящая тора способен манипулировать теплом пламенем и ударной силой и молекулярной манипуляции такой как превращение его пальцев в змей левитация и путешествие между мирами шкала силы сур тура обычно показана равной шкале одина его главное оружие гигантский меч сумерки также известный как меч судьбы состоящий из металла известного как скабрит который можно найти только в шахтах царства сур тура меч является волшебным способен манипулировать огромным количеством мистической энергии такой как разрушение пространственных барьеров демон апокалипсиса разрушитель миров гигантская моба ксенофеофор с фильма эволюция 2001 года 390 метров инопланетный организм попавший на нашу планету с упавшим метеоритом комедийном ключе показывается как может протекать эволюция в предельно сжатые сроки и какое разнообразие видов порождает всего лишь одна залетная субстанция которая в итоге выбрала конечную стадию эволюции одноклеточное существо такое как амеба шаих улут фильм дюна 400 метров и 46 метров в диаметре пасть открывается на 90 метров огромный червь планеты аракис шаих улут является крем неорганической формой жизни каждый червь состоит из несколько сотен сегментов каждый из которых обладает своей способностью примитивной нервной системы что делает червя практически не уничтожимым даже если удастся уничтожить один из сегментов то его роль и функции возьмут другие песчаные черви имеют огромные размеры в течение своего развития черви проходят несколько стадий стадия личинки называется песчаной форелью и представляет собой бесформенное многоклеточное существо практически вся песчаная форель умирает при извержении спайса малейшее колебание температуры в 5 градусов по цельсию могут убить ее немногие выжившие особи формируют сысту и впадают спячку на 6 лет пробуждаясь после этого виде маленьких в несколько метров в длину песчаных червей большая часть становится жертвами более крупных червей и лишь единицы дорастают до гигантских размеров очень чувствительны к мельчайшим вибрациям и производят пряность спайс которая так ценится на планете аратис кронос из фильма гнев титанов 457 метров отец всех богов олимпийцев может создавать катаклизмы и призывать извержение вулканов и землетрясения из огромный круг течет раскаленная лава и размахивая своими клещами способен метать ее на большие расстояния но из-за своих сверх размеров очень медлительный и неуклюжий харибда фильм перси джексон и море чудовищ 820 метров морское чудовище из древнегреческой мифологии переводе означает огромный водоворот харибда способна всасывать большое количество воды словно водоворот а затем выпускают ее в результате взрыва который может уничтожить все в пределах полумили после этого она всасывает все что находится рядом включая акул рыб и гигантских кальмаров если к ней приближается корабль она втягивает его водоворот пасть имеет много ряд зубов которые острые как лезвие сестра харибда это сцилла из фильма одиссей 1997 года но к сожалению нет размеров этого многоголового существа экзагорд фильм звездные войны длина 900 метров известны как космические слизни вид гигантских зубастых гастроподов они были представителями кремниевой формы жизни способными жить в вакууме открытом космосе и обитавшего и расщельных и кратерах астероидов их рацион состоял из минералов энергетических полей звезд экзагорды могли путешествовать через поезд астероидов который они населяли они отталкивались от поверхности того астероида на котором жили и летели через космическое пространство к другому размножаются делением каратен фильм аквамен 2 940 метров внешне каратен напоминает сочетание кальмара креветки и дракона это колоссальный и разумный морской обитатель одно из самых древних и могущественных существ на земле она охраняла трезубец атланта скрытом море расположенном центре планеты течение тысячелетий а позже помогла аквамену сражаясь на его стороне против орма войне за трон атлантиды истязатель разума сериал очень странные дела 1100 метров также известен как монстр тень или мозг злое существо с обратной стороны главный антагонист изнанки имеет множество конечностей которые выглядят как смерч состоит из тумана и сущность не имеет биологические оболочки может менять свои размеры и контролировать разум человека за все четыре сезона какой-то прямой информации а истязатели разума мы так и не получили дар маму доктор стрэндж 1200 метров дарма у является одним из самых мощных магов вселенной марвел родился в магическом мире фальтин и довольно скоро вместе с сестрой умарой стал сильнейшим чародеем всей вселенной чрезвычайно мощная изначальная сущность правящая темным измерениям его смог остановить доктор стрэндж фильме с помощью ока агамотто параллакс фильм зеленый фонарь 1900 метров древняя паразитарная сущность которая является живым воплощением страха известно что опустошитель планет вселяет ужас сердца даже хранителям вселенной он какое-то время был заключен в тюрьму внутри центральной батареи расположены на планете оа параллакс обладает способностью контролировать и подчинять страхи и разум существ что позволило ему одержать победу над такими героями как супермен чудо-женщина спектр и другие за исключением те кто способен противостоять внутренним страхом алиот из сериала локи 2000 метров и хотя размер его невозможно почитать и он может расти до полного поглощения всего но в сериале максимальное значение именно такое вневременное существо которое служит хранителю пустоты алиот был создан во времена мультивселенской войны где тот кто остается использовал его силу и экспериментировал с ней став его хозяином тот кто остается вооружил элиота и использовал его чтобы положить конец войне своих вариантов друг с другом существо создано из всех слез в реальности способная поглощать свое время и пространство кловер из фильма парадокс кловерфельда рост 3200 метров кловер гигантская подводная форма жизни впервые появившиеся фильме монстра чудовище обнаружили на дне атлантического океана где его пробудили батискафы японской добывающей компании тегру а то после чего разъяренный монстр буйствовал в одном из районов нью-йорка манхэттене и тогда режиссер сказал что это всего лишь дитя который смог пережить даже взрыв атомной бомбы в конце фильма парадокс нам показали уже взрослую особь ее размеры были действительно внушительно апофис из фильма боги египта 5500 метров огромный змей олицетворяющая мрак и зло извечный враг бога солнца ра миссии а попа является поглощение солнца и поглощение земли в вечную тьму часто выступает как собирательный образ всех врагов солнца фильме гигантский змей хотел выпить нил эго фильм стражи галактики диаметре 3000 километров родился миллион лет назад он представитель богоподобной расы известной как целестиалы в отличие от подавляющего большинства представителей своего вида эго появился в расстранстве виде гигантского мозга который был очень одинок и не знал кем он был и каким стал он обнаружил что способен манипулировать материей и создал вокруг себя оболочку которая стала планетой может принимать любые обличия в том числе и человеческое юникрон фильм трансформеры темная сторона луны размер 9000 километров по размерам он превосходит многие планеты и в его глаз может без труда влететь целый космический корабль его цель владычество над вселенной а путь к ее достижению поглощение миров в нем нет ни капли сочувствия и сострадания является одним из древних трансформеров он не причислять себя ни к одной из фракций обычно выглядит как планета на подобии сатурна окружен кольцом стабилизатором только расположенными вертикальными полосками в отличие от нормальных планет самостоятельно перемещается от одного участка вселенной к другому чтобы получить необходимую силу и энергию юникрон поглощает все попадающиеся на пути его планеты для этого он использует два гигантских рога которые разрушают поверхность других планет и огромное жерло которым сасывает себя обломки вредитель еще можно встретить название сама верминот фильм хан соло 10 тысяч километров обитают в акадисковой заверти имеют большое количество глаз и щупальцы большинство считали их выдумкой так как мало кто смог пережить встречу с монстром к сожалению о данном существе нет никакой информации и ничего не известно можно предположить что это кремниевая форма жизни судья аришем фильм вечный рост 17 тысяч километров является целестиалом которому приписывает создание первого солнца во вселенной его основной функцией было посредничество при рождении новых целестиалов представители этого вида рождались в ядрах планет после чего планеты взрывались и аришем следил за тем чтобы процесс проходил беспрепятственно поскольку на многих планетах жили хищники которые мешали рождению целестиалов аришем создал девиантов чтобы те уничтожали их однако девианты вышли из-под контроля и заменили хищников там новой угрозой для зарождающихся целестиалов тогда аришем создал в мировой кузнице гуманоидных существ суперспособностями вечных чтобы те остановили девиантов после рождения каждого целестиала он стирал вечным память целестиал полностью отдается исполнению своей роли как суде и не преклонен перед любыми препятствиями менее разумные формы жизни не представляют для него ценности процессы рождения и смерти аришем воспринимают как естественный цикл галактус фильм фантастическая четверка 395 тысяч километров галактус когда-то был гуманоидом по имени голланд с планеты та цивилизация которая была самой развитой во вселенной эта вселенная возникла и развивалась согласно с теорией большого взрыва и как раз во времена жизни голлана переживала период сжатия голланд был исследователем космоса и отправился в экспедицию чтобы найти средства спасения своей планеты но его поиски были безуспешны сознание умирающей вселенной вошло с ним в контакт сообщив ему что он умрет но возродится и станет галактусом пожирателем миров после этого голланд был поглощен космическим яйцом сколько с тех пор прошло времени неизвестно но однажды космическое яйцо подверглись новому большому взрыву таким образом образовалась нынешняя вселенная а обновленный голланд уже галактус вырвался на свободу с тех пор он зовет вечность и бесконечность своим братом и сестрой и пожирать целые галактики ну и самый большой монстр и первое место размера подсчитать невозможно но нам известно что он сотни раз больше галактик его роль и цели тоже неизвестны многие уже надеюсь догадались это коллекционер из фильма люди в черном говорят что режиссер барри занон фельд добавил его в конце фильма специально чтобы войти в историю киноматографа и показать самое большое существо в мире кино хотя на самом деле в мире дисси и marvel есть больше существа такие как голод один над всеми и вечность но их не показывали еще в фильмах поэтому они не в счет ну и самом конце мне нужна будет ваша помощь потому что есть такой фильм как хранителей там есть доктор манхэттен и по сути если он захочет он может быть любых размеров из самых максимальных даже больше в нашей вселенной поэтому напишите в комментариях нужно ли было ему давать первое место да и вообще каких он был размеров фильме так как я не нашел никакой информации также сам телеграм канале я поделился первым впечатлением про два важных сериала это дом драконов и конечно же властелин колец один мне понравился а второй нет поэтому если ты еще не подписался то обязательно подпишись ну конечно же не забудь поставить лайк это был евгений всем good movies